Димитриос Контас Не нужно думать на основании моих рассказов о греческих рыбаках, что все они дурные люди. Совсем нет, но это были люди грубые, жившие замкнуто в своих поселках и жестоко боровшиеся со стихиями за свою жизнь. Они жили вне всяких законов, не понимали их и считали всякий закон ненужным угнетением. Особенно тираническими им казались, разумеется, законы о рыбной ловле, а поэтому они смотрели и на служащих в рыбачьем патруле, как на своих природных врагов. Мы отнимали у них жизнь, то есть, вернее, их средства к жизни, что в сущности одно и то же. Мы отбирали у них незаконные приспособления и сети, которые стоили им больших денег и изготовление которых требовало много времени и труда. Мы мешали им ловить рыбу в известные времена года и лишали их хорошего заработка. А когда мы арестовывали их, то за этим следовал суд и большие штрафы. В результате все они, конечно, смертельно ненавидели нас. Подобно тому, как собака является естественным врагом кошки, а змея – человека, так и мы, рыбачий патруль, являлись естественным врагом рыбаков. Но чтобы доказать вам, что они были в такой же мере способны на великодушие, как и на ненависть, я расскажу о Димитриасе Контесе. Димитриас Контес жил в Валехо. После Большого Алика это был самый сильный, храбрый и влиятельный человек среди греков. Он не доставлял рыбачьему патрулю никаких хлопот, и нам, пожалуй, так и не пришлось бы никогда столкнуться с ним, если бы он не приобрел новые лодки для ловли лососей. Эта лодка и послужила причиной всех бед. Он построил ее по собственной модели, которая несколько отличалась по внешнему виду от обыкновенных лодок этого типа. К великой его радости судно оказалось очень быстроходным. Быстроходнее всех лодок в заливе и на реках. Это обстоятельство и сделало Контеса необыкновенно гордым и чванным. Услыхав про наши приключения на Марии Ревекке, испугавшие всех рыбаков, он послал нам в Беницу и вызов. Один из местных рыбаков передал его нам. Димитриус Контес заявил, что в ближайшее воскресенье он выйдет из Валехо, поставит свою сеть на виду у всей Бениции и будет ловить лососей. Пусть-ка Чарли Легрант поймает его, если сможет. Конечно, мы с Чарли ничего не знали о качествах его новой лодки. Наша лодка была очень быстроходна, и мы не боялись состязания ни с каким парусным судном. Настало воскресенье. Слух о вызове распространился повсюду, так что все рыбаки и моряки Бениции, как один человек, высыпали на пароходную пристань, точно на большое футбольное состязание. Мы с Чарли были спокойны, но вид этой толпы убедил нас в том, что Димитриус Контес что-то подготавливает. После полудня, когда морской ветер подул сильнее, вдали показался его парус и лодка, идущая под парусом. В футах в двадцати от пристани грек переменил галс и сделал театральный жест, словно рыцарь, выходящий на поединок. В ответ ему понеслись с пристани дружеские приветствия, и Димитриус Контес бросил якорь в проливе в двухстах ярдах от нас. Затем он спустил парус и, поставив лодку по ветру, начал забрасывать сеть. Он выбросил немного, не больше пятидесяти футов, однако дерзость этого человека поразила нас с Чарли. Мы не знали в то время, что сеть эта была старая и негодная. Только впоследствии нам стало известно, она могла удержать несколько рыб, но сколько-нибудь значительный улов, и взорвал бы ее в клочки. Чарли покачал головой и сказал, сознаюсь, я ничего не понимаю. Он, правда, выбросил только пятьдесят футов, но все равно он не успеет собрать сеть, если мы теперь же двинемся к нему. Чего ради он явился сюда? Похвастаться перед нами, что он может нарушать закон в нашем же городке? В голосе Чарли зазвучала обида, и он долго возмущался нахальством Димитриуса Контаса. А герой этого происшествия, небрежно развалившись на корме, следил за поплавком своей сети. Когда в сеть попадает крупная рыба, поплавки дергаются и предупреждают рыбака. По-видимому, это как раз и случилось. Димитриус вытащил футов двенадцати сети и, продержав ее минуту в воздухе, бросил на дно лодки большого блестящего лосося. Толпа, стоявшая на пристани, встретила его улов громкими восторженными криками. Такой дерзости Чарли не мог вынести. «Идем, мальчуган!» — позвал он меня, и мы медленно прыгнули в лодку и наставили парус. Толпа криком предупредила Димитриуса, и пока мы отчаливали от пристани, он успел быстро отрезать ножом свою негодную сеть. Его парус был наготове и затрепетал на солнце. Димитриус мигом перебежал на корму и во весь дух направился к холмам Контракосты. В это время мы находились не больше, чем в тридцати футах от него. Чарли ликовал. Он знал, что наша лодка быстроходна, и что в умении управлять парусом с ним мало кто может поспорить. Он не сомневался, что мы догоним Димитриуса, и я разделял его уверенность. Дул хороший попутный ветер. Мы быстро скользили по воде, а Димитриус оказывался все дальше и дальше. Он не только шел быстрее, но и круче к ветру. Это особенно поразило нас, когда, огибая холмы Контракосты, он перешел на другой галс и оставил нас позади, обогнав футов на сто. Фу-у-у-у, свистнул Чарли. Не то у его лодки крылья выросли, не то к нашему килю, продольному брусу, лежащему в основании корпуса судна, прицепили пятигаллонную жестянку дегтя. И действительно было похоже на то. Когда Димитриус проходил мимо Саномских холмов, по другую сторону пролива, мы оказались так далеко от него, что Чарли приказал мне спустить шкот, и мы повернули назад в Беницию. Рыбаки, стоявшие на пароходной пристани, осыпали нас градом насмешек, пока мы причаливали и привязывали лодку. Мы поспешили уйти с пристани. Чарли чувствовал, что попал в глупое положение. Он гордился своей лодкой и своим умением управлять парусами, а теперь вдруг другой человек обставил его на состязании. Чарли был печален дня два. Затем нам передали, как и в первый раз, что в следующее воскресенье Димитриус Контас повторит свой опыт. Чарли встрепенулся. Он вытащил лодку из воды, вычистил ее, заново выкрасил дно, сделал какое-то изменение в ее киле, перебрал привод и просидел почти всю ночь под воскресенье за шитьем нового паруса, который был значительно больше прежнего. Парус этот был так велик, что нам пришлось прибавить балласта и уложить на дно лодки около 500 фунтов старых рельсов. Наступило воскресенье, и снова Димитриус Контас явился, чтобы дерзко нарушить закон среди белого дня. Так же, как и в прошлое воскресенье, после полудня поднялся свежий ветер, и Димитриус снова отрезал футов сорок гнилой сети, наставил парус и умчался из-под нашего носа. Но он угадал намерение Чарли. Парус его поднялся выше обыкновенного, а к заднему лику был пришит кусок холста. Пока мы гнались друг за другом по направлению к холмам Контра-Косты, никто из нас не выиграл ни ярда расстояния, но у саномских холмов мы заметили, что Димитриус взял круче к ветру и идет быстрее нас. Однако, Чарли правил нашей лодкой так ловко и искусно, что, казалось, лучше нельзя было править, и мы мчались быстрее, чем когда-либо. Конечно, Чарли мог вытащить свой револьвер и выстрелить в Димитриуса, но мы давно уже убедились, что все наше существо протестует против стрельбы в убегающего человека, виновного в незначительном проступке. Между рыбаками и патрульными существовало на этот счет как бы молчаливое соглашение. Если мы не стреляли по ним, когда они убегали, то и они, в свою очередь, не сопротивлялись, если нам удавалось их настигнуть. Точно так же и в этот раз Димитриус Контас убегал от нас, а мы только гнались за ним, стараясь захватить его. Но если бы наша лодка оказалась быстроходнее, если бы мы настигли его, он не стал бы сопротивляться и дал бы арестовать себя. Благодаря шикарному парусу и сильному ветру, наше положение в Каркинессском проливе оказалось совсем невкусным, как говорится. Нам приходилось все время следить за лодкой, как бы она ни перевернулась. В то время как Чарли управлял рулем, я держал шкот в руке, готовый каждую минуту отпустить его. У Димитриуса же работы были полны руки, он должен был один и править, и следить за парусами. Но поймать его мы не могли. Его лодка действительно была бы быстроходнее нашей. И хотя Чарли правил не хуже, если не лучше его, наша лодка все же не могла сравниться с лодкой Грека. «Отдай шкот!» — скомандовал Чарли, и когда мы пошли против ветра, к нам донесся насмешливый хохот Димитриуса. Чарли покачал головой. «Ничего не поделаешь», — сказал он. «У Димитриуса лодка лучше нашей. Если он захочет повторить еще раз свое представление, нам нужно будет придумать что-нибудь новенькое». Тут на помощь явилась моя изобретательность. «А что, если в следующее воскресенье я погонюсь на лодке за Димитриусом, а ты подождешь его на пристани в Валехо, да и сцапаешь, как только он высадится там». Чарли подумал с минуту и хлопнул себя по колену. «Ну что ж, хорошая мысль. Ты начинаешь, брат, пускать в ход свои мозги. Честь твоему учителю, могу я сказать. Только не следует загонять его слишком далеко», — продолжал он через минуту. «Иначе он пойдет в Сан-Пабло вместо того, чтобы вернуться домой в Валехо. И я только зря простою на пристани, поджидая его». В четверг Чарли высказал некоторые сомнения насчет нашего плана. «Всем будет известно, что я отправился в Валехо. И, конечно, Димитриус тотчас же узнает об этом. Боюсь, что нам придется отказаться от твоей выдумки». Возражение было основательное, и весь остаток дня я ходил разочарованным. Но ночью передо мной открылся новый план, и я в нетерпении разбудил крепко спящего Чарли. «Ну, — проворчал он, — в чем дело? Дом горит?» «Нет, — ответил я, — не дом, а моя голова. Послушай-ка, что я придумал. В воскресенье мы оба останемся на берегу, пока не увидим Димитриуса. Это успокоит подозрения у всех рыбаков. Затем, когда на горизонте покажется его парус, ты не спеша отправишься в город. Все рыбаки решат, что тебе стыдно оставаться на пристани, и что ты заранее уверен, что потерпишь поражение». «Пока не дурно», — согласился Чарли, когда я остановился, чтобы перевести дыхание. «Все это очень хорошо», — гордо продолжал я. «Итак, ты небрежной походкой отправишься в город, но лишь только пристань скроется из виду, беги со всех ног к Дану Моланею, бери его лошадку и кати по проселочной дороге в Валехо. «Дорога превосходная, и ты успеешь домчаться до Валехо, пока Димитриус будет бороться с ветром». «Ну, относительно лошади поговорим завтра утром», — сказал Чарли, утверждая мой измененный план. «Послушай-ка», — сказал он немного спустя, в свою очередь расталкивая меня, когда я уже спал как убитый. Я слышал, как он посмеивался в темноте. «Послушай, мальчуган, а не кажется ли тебе, что это совсем новость?» «Рыбачий патруль верхом на лошади». «Изобретательность», — ответил я, «как раз то, что ты постоянно проповедуешь, опережая мыслью своего противника, и ты победишь его». «Хе-хе», — смеялся он. «А если к мысли прибавить резвую лошадку, тут противнику совсем плохо придется. Не будь я твой покорный слуга Чарли Легрант». «Только управишься ли ты один с лодкой?» — спросил он в пятницу. «Не забывай, что мы наладим большой парус». Я с таким жаром стал защищать свое умение править, что он перестал говорить об этом. Но в субботу он предложил мне снять с заднего лика целый холст. Разочарование, отразившееся на моем лице, заставило его передумать. Я тоже гордился своим умением управлять парусной лодкой и страстно желал выйти один под большим парусом и пуститься по Каркинесскому заливу за убегающим греком. Настало воскресенье. Появился, конечно, и Димитриус Контас. В воскресенье и Димитриус были неразлучны. У рыбаков вошло в привычку появляться на пароходной пристани, приветствовать Димитриуса и насмехаться над нашим поражением. Димитриус, как всегда, спустил парус в двухстах ярдах от пристани и выбросил пятьдесят футов в гнилой сети. Я думаю, что эта глупость будет продолжаться до тех пор, пока у него не кончится старая сеть, пробормотал Чарли с намерением, чтобы его услышали греки. Тогда мы давать ему мой старый сетка, быстро и насмешливо сказал один из греков. — А мне все равно, — ответил Чарли, — у меня тоже есть где-то старая сеть. Если он придет и попросит, я могу дать ему. Все расхохотались, так как думали, что могут позволить себе добродушно пошутить с человеком, так глупо попавшимся, как Чарли. — Ну, прощай, мальчуган, — крикнул мне Чарли минуту спустя. — Я пойду в город, к Молонею. — А я могу выйти в лодке? — спросил я. — Если хочешь, ступай, — ответил он, повернулся и медленно направился к городу. Димитриус выпустил из своей сети двух больших лососей, и я прыгнул в лодку. Рыбаки с шутками толпились вокруг, и когда я начал поднимать парус, на меня посыпались коварные советы. Они предлагали друг другу самые смелые пари, утверждая, что я обязательно поймаю Димитриуса, а двое из них, войдя в роль судей, торжественно попросили разрешения отправиться со мной, чтобы посмотреть, как я это сделаю. Но я не торопился, чтобы дать Чарли побольше времени, и только тогда, когда я был уже уверен, что Чарли сидит верхом на маленькой лошадке, Дана Маланея, я отчалил от пристани и поднял большой парус. Порыв ветра сразу наполнил его, и лодка, накоренившись на правый борт, зачерпнула ведра два воды. Это случается и с самыми хорошими матросами на маленьких лодках. Меня все же осыпали саркастическими замечаниями. Точно я оказался повинен не есть в чем. Когда Димитриус увидел, что в патрульной лодке один человек, и что это мальчишка, он решил поиграть со мной. Подпустив меня футов на пятнадцать, он сделал короткий галс и вернулся к пароходной пристани кружить и лавировать к великому удовольствию своих друзей. Я ни на шаг не отставал от него и повторял все его маневры, хотя для меня это было очень опасно при таком ветре и с таким парусом, как мой. Он рассчитывал, что ветер, отлив и сильное волнение погубят меня. Но я был в приподнятом настроении и никогда в жизни не управлял лодкой так хорошо, как в этот день. Меня охватило возбуждение. Ум мой быстро работал, руки ни разу не дрогнули, и я чутьем угадывал те тысячи мелочей, о которых хороший лодочный матрос должен думать ежесекундно. Вместо меня сам Димитриус чуть не потерпел крушение. Что-то случилось у него со снастями, и я быстро нагнал его. Очевидно, какая-то неожиданность встревожила его. Димитриус перестал играть со мной и пошел по пути в Валеху. К большой моей радости я заметил, что могу идти немного круче к ветру, чем он. Ему, очевидно, было теперь необходим помощник. Зная, что нас разделяет несколько футов, он не решался оставить руль и пройти на середину лодки и спустить гафель. Опасаясь на этот раз взять круто к ветру, как делал он это раньше, Димитриус стал понемногу отдавать шкод и полегоньку травить его, чтобы уйти от меня. Я позволил ему опередить себя, пока шел против ветра, но затем стал нагонять его. Когда я приблизился, он притворился, что переходит на другой галс. Тогда я отдал шкод, чтобы обогнать его. Но это была только хитрая уловка, и он тотчас же снова перешел на прежний курс, а я поспешно стал наверстывать потерянное расстояние. Разумеется, Димитриус управлял лодкой гораздо искуснее меня. Мне часто казалось, что я вот-вот настигну его, но он проделывал ловкий маневр и ускользал от меня из-под носа. Ветер становился все сильнее, и мы оба должны были внимательно следить за тем, чтобы не перевернуться. Моя лодка держалась только благодаря лишнему балласту. Я сидел скорчившись у наветренного борта и держал в одной руке руль, а в другой — шкод. Так как шкод был только один раз обернут вокруг шпиля, то при сильных порывах ветра мне часто приходилось отдавать его. Из-за этого парус выводился из ветра, и я отставал от грека. Единственным утешением было то, что и Димитриусу приходилось прибегать часто к тому же маневру. Сильный отлив, мчавшийся по Каркинесскому проливу против ветра, поднимал огромные свирепые волны, и они постоянно перекатывались через мою лодку. Я промок насквозь, и даже парус был подмочен. Один раз мне удалось перехитрить Димитриуса, и нос моей лодки ударился в середину его судна. «Если бы у меня был теперь в лодке товарищ!» Прежде чем я успел перебраться на нос, Грек оттолкнул мою лодку веслом и насмешливо смотрел на меня. Мы находились как раз у выхода из пролива, где море всегда бывает особенно бурно. Здесь смешиваются воды Каркинесского и Валехского проливов, как бы набегая друг на друга. Первый несет весь бассейн реки Напа, а во второй впадают все воды Суизианской бухты и рек Сакраменто и Святого Иоакима. Там, где сталкиваются эти огромные массы воды, всегда происходит сильное волнение. К тому же, на этот раз в заливе Сан-Пабло на расстоянии 15 миль отсюда бушевал сильный шторм. Неслись огромные волны, образуя водовороты и кипучие бездны. Волны вздымались со всех сторон, обрушиваясь на нас одинаково часто, как с подветренной, так и с наветренной стороны. И, врываясь в это безумие родившихся стихий, гремели огромные дымящиеся валы из залива Сан-Пабло. Я был в таком же диком возбуждении, как и воды, плясавшие вокруг меня. Лодка шла великолепно, поднимаясь и опускаясь на волнах, точно беговая лошадь. Я с трудом сдерживал радость, властно охватывавшую меня. Огромный парус, воющий ветер, бушующие волны, ныряющая лодка, и я, пигмей среди всего этого, управлял стихиями, мчался среди них и над ними, торжествующий, как победитель. И вот тогда, когда я несся, словно герой, моя лодка получила страшный удар и сразу остановилась. Меня бросило вперед, а затем на дно. Когда я вскочил на ноги, я увидел мелькнувший в волнах зеленоватый, покрытый раковинами предмет, и узнал в нем чудовище всех моряков, затонувшую сваю. От нее нет спасения. Размокшая свая плывет как раз под поверхностью, и заметить ее своевременно при сильном волнении невозможно. Весь нос лодки был, очевидно, раздавлен, потому что через несколько секунд лодка наполнилась водой. Затем нахлынули две-три волны, и лодка стала тонуть, увлекаемая на дно тяжелым балластом. Все это произошло так быстро, что я запутался в парусе и очутился под водой. Когда, едва не задохнувшись, я вынырнул на поверхность, отвесел не было и следа. Их должно быть унесло бурным течением. Я увидел, что Димитриус Контас смотрит на меня и услышал его насмешливый голос, кричавший мне что-то. Он продолжал держаться своего курса, оставляя меня на погибель. Мне осталось только пуститься вплавь, но я могу продержаться, конечно, не больше нескольких минут. Задерживая дыхание и работая руками, я ухитрился стащить себя в воде тяжелые морские сапоги и куртку. Но, избросив с себя лишнюю тяжесть, я продолжал задыхаться и скоро сообразил, что самое трудное не плыть, а дышать во время бури. Волны били, кидали меня, покрывали с головой, душили, захлестывая глаза, нос и рот. Какие-то странные тиски сжимали мне ноги и тянули вниз, чтобы снова выбросить наверх в кипящем водовороте. И когда, напрягая все силы, я готовился перевести дыхание, огромный вал вдруг обрушивался на меня, и я глотал вместо воздуха соленую воду. Я не мог дольше держаться. Я уже дышал водою, а не воздухом. Я тонул. Сознание покидало меня. Голова кружилась. Я судорожно боролся, побуждаемый инстинктом, и барахтался в полубессознательном состоянии, как вдруг почувствовал, что кто-то тянет меня за плечо через борт лодки. Некоторое время я лежал поперек скамьи, на которую меня бросили лицом вниз, и изо рта моего выливалась вода. Немного погодя, все еще чувствую себя слабым, я повернул голову, чтобы посмотреть, кто был моим спасителем. И тут я увидел, что на корме, со шкотом в одной руке и румпелем в другой, сидит с собственной персоной Димитриос Контас и, усмехаясь, кивает мне. Он хотел было оставить меня тонуть, как он сам рассказывал после, но лучшая часть его существа одержала победу и послала назад ко мне. «Как твое дело, хорошо?» — спросил он. Я попытался изобразить губами «да», голосом я не мог издать ни звука. «Ты хорошо правил, лодка!» — сказал он. «Хорошо, как мужчина!» Комплимент Димитриос Контаса был большой похвалой, и я очень оценил это, хотя в ответ мог только наклонить голову. Больше мы не разговаривали, потому что я старался прийти в себя, а Димитриос Контас был занят лодкой. Он причалил к Валехской пристани, привязал лодку и помог мне выйти. Когда мы оба стояли на пристани, из-за кольев, на которых сушились сети, вышел Чарли и опустил руку на плечо Димитриоса Контаса. «Он спас мне жизнь, Чарли!» — запротестовал я. «Его нельзя теперь арестовывать!» На лице Чарли появилось ненадолго выражение нерешительности, но тотчас же исчезло. Так бывало всегда, когда он принимал какое-нибудь решение. «Не могу ничем помочь тут», — сказал он ласково. «Я не могу отступить от своего долга, а мой долг — арестовать его. Сегодня воскресенье, а в его лодке два лосося, которых он поймал. Как же мне поступить?» «Но он спас мне жизнь!» — настаивал я, не находя другого довода. Лицо Димитриоса Контаса потемнело от гнева, когда он понял решение Чарли. По его разумению, с ним поступили несправедливо. Лучшая часть его простой натуры восторжествовала. Он совершил великодушный поступок, спас беспомощного врага. И в благодарность за это враг тащил его теперь в тюрьму. Когда мы с Чарли возвращались в Беницию, мы оба были в дурном настроении. Я стоял за дух закона, а не за букву его. А Чарли стоял за букву. Он считал, что иначе он поступить не мог. Закон говорил, что в воскресенье нельзя ловить лососей. Он был патрульным, и его долг — следить за исполнением закона. Он должен это делать. Он исполняет свой долг, и совесть его чиста. А мне его поступок казался несправедливым, и я чувствовал жалость к Димитриосу Контасу. Через два дня мы отправились в Валехо на суд. Я должен был явиться в качестве свидетеля. Это была самая отвратительная минута, которую мне когда-либо в жизни приходилось испытывать. Я показал, стоя на месте свидетеля, что видел, как Димитриос поймал двух лососей, с которыми его задержал Чарли. Димитриос взял адвоката, но дело его было безнадежно. Присяжные совещались четверть часа и вынесли ему обвинительный вердикт. Судья приговорил его к уплате штрафа в 100 долларов или к тюремному заключению на 50 дней. Тогда Чарли подошел к секретарю суда. «Я хочу уплатить этот штраф», — сказал он, кладя на стол пять золотых монет по 20 долларов. «Это одно, что можно сделать, мальчуган». Пробормотал он, обращаясь ко мне. Глаза у меня стали влажными, и я схватил его за руку. «Я хочу заплатить», — начал я. «Заплатить половину?» — прервал он. «Конечно, я так и думал, что ты заплатишь свою половину». Между тем адвокат сообщил Димитриосу, что Чарли, помимо штрафа, уплатил также исследуемое адвокату вознаграждение. Димитриос подошел к Чарли и пожал ему руку, причем вся его горячая южная кровь бросилась ему в лицо. Не желая, чтобы мы превзошли его великодушие, он сказал, что хочет сам заплатить и штраф, и адвокату, и едва не вспылил, когда Чарли не согласился на это. Этот поступок Чарли, как мне кажется, больше, чем что-либо другое, внушил рыбакам уважение к закону. Чарли высоко поднялся в их уважении, и я получил свою долю славы как мальчик, который умеет управлять лодкой. Димитриос Контас не только никогда больше не нарушал закона, но сделался нашим приятелем, и при случае часто посещал Беницию, чтобы поболтать с нами. Субтитры создавал DimaTorzok